добрый день уважаемые друзья сегодня такая облачная малооблачная погода и мы решили по ялте походить посмотреть ну и куда можно прийти а мы не были давно в ялте ин турист заодно и узнаем сколько стоит сутки посещение территории этого комплекса ялта ин турист ролик уже был на канале не интересно почем попасть сегодня на территорию такая услуга была раньше стоило по моему 3000 и на целый день можно пользоваться всеми благами этой этого отеля заходим в фойе и никакого монтажа никакой вот что мы видим говорят никто в крым не приезжает ну как бы я так не сказал пока выяснили что к чему что почем дождик пошел мелкий но неприятный в общем сегодня никакой поездки вдаль не будет будем тут по ялте где-то походить можно пляже спустимся ин туристовские надо переждать дождь просто неприятно и дешево он для поет тебе прямо на камеру вроде как отлегло такой дождик знаете летний прошел и перестал вот такая вот дамочка спускаемся к ин туристовским пляжам посмотрим на море пройдемся по пляжу попал вдоль берега дома сам русских пляжей и полюбуемся на море у него сегодня другой цвет нежели вчера вообще наша цель попасть на пляже бывшего санатория донбасс он ведь и трехэтажка такая палубку полупаная вот там вот туда хочется пойти поснимать интурист расширяется вот такая вот оказия и нигде даже информации не видел проход на пляж донбасса закрыт спросил говорят еще зимой закрыли интурист его хочет в общем для себя выкупил и теперь там будет дополнительные корпуса интуриста ну что ж обломались бы ладно идемте дальше ну и вот пляже интуриста 1 2 там третий дальше и так далее немного но есть далее машинка с рыбками и пошли ряды кафешек некоторые кафе работают круглый год то есть хоть зимой хоть это можно прийти и поужинать сверху водичка красавчик дождя словно и не было разогнал людей на загнал под крышу счастью хорошо здравствуйте это чайка вот то что на набережной ресторан чайка и это чайка хорошо так полный штиль купайся не хочу забыл дату сказать сегодня 30 июня последний день первого месяца этого лета 30 июня 23 год сегодня праздник урбан байрам между прочим лежаки эти бесплатные чем еще на пляже пацанам заняться правильно а вон там за белой буной начинается пляж соляриус ну можно и тут купаться я же намекаю бесплатные лежаки жалко что нет тенечка теневой зоны было бы вообще идеально вот тем кто не любит солнце так что зачем толкаться на массандровском платить дороже в смысле вообще платить за лежак на массандровском пляже можно сюда прийти никого нет потише чем на массандровском в общем пробежали мы быстренько эти пляжи интуристовские показали их вам идемте дальше лишь а вы говорите крым безысходный строится строится когда это они все успевают прямо иду не узнаю ого честно как грибы эти отели растут и прям возле моря спускаемся на пляж называется свои люди тут очень мало людей практически никого нет вы представляете повстречал здесь своего подписчика из волгограда да зовут руслан руслан тебе привет он идет ребята чего тут ходите поезжайте санаторий днепр там сделали большую реконструкцию надо чтобы это поснимали ну что ж прислушаемся поедем посмотрим поснимаем и вот вторая секция это пляж свои люди точно что свои тут почти никого нет кстати об интуристе если вы будете в интуристе вам посчастливится познакомиться с его обожателем этого интуриста его зовут николай романов из воронежа он обожает интуристов все знают про интурист если вы с ним познакомитесь он много вам что расскажет он знает об интуристе все и даже немножко больше так что запоминайте николай романов воронеж он там часто бывает интуристе смотрим погоду на табло температура воздуха 25 температура воды всего лишь 18 одно табло показывает второе пощупали водичку да так и есть вода сегодня прохладная ой я же забыл про цены в интуристе есть такая услуга в интуристе называется мега день с 8 утра до 10 вечера можете посещать его территорию пользоваться бассейном сауной бесплатно в смысле за это уплачивается один раз в будние дни две с половиной в праздничные или выходные это четыре тысячи с одного человека и поверьте народ туда за такие деньги готов идти особенно зимой потому что там бассейн с подогреваемой водой зимой летом она плюс 28 ну а для детей полторы тысячи любопытные на этом пляже туалет зимой им платный а летом бесплатный слушайте а погодка-то распогаживается надо куда-то ехать что-то снимать поэтому мы это видео заканчиваем и едем снимать новое большое спасибо всем кто меня смотрел смотрит и продолжает смотреть большое спасибо за ваше внимание до свидания